Челябинская епархия представила документальный фильм о нелегкой судьбе южноуральского священника в Советской России. Кинолента посвящена архимандриту Серафиму, который был настоятелем Вознесенского храма в Кослях. В годы атеистической пропаганды он подвергался репрессиям. У большевиков стояла конкретная задача истребить церковь. И в это самое время, видя, к чему идет, отец Серафим осознанно принимает вот такое решение и вступает на дорожку церковного служения. Премьеру фильма дают в публичной библиотеке на показе священнослужители, верующие и те, кто лично знал отца Серафима. Он родом из дворянской семьи. В 20 лет принял монашеский постриг. В 1934-м его выслали в коме. В лагерях он работал матросом на пароходах и баржах, ночным сторожем при складах, водовозом и рабочим в столовой. Человек пережил 20-е годы, 30-е годы гонения. Он и в тюрьме сидел. Дважды был репрессирован, ограничен в своих правах. А в военные годы был врачом. Вера не позволяла убивать солдат нацистской армии. Об отце Серафиме в Челябинской епархии узнали от пихожан. На создание фильма о нем ушло полгода. Мы выезжали дважды в Косли. Первый раз в конце лета. Снимали все, что услышали, увидели, брали людей, рассказывали, делились своими впечатлениями. Поскольку отец Серафим избрал монашеский путь служения Богу, у него не было детей, но он брал на воспитание мальчишек из многоодетных семей. Они тоже пришли на премьеру. Я два года не замечал, что он ниже мне на голову. Был небольшого роста. И вот мне он казался настолько значительным. Настоятелем храма в Кослях отец Серафим был с 1973 по 1992 год. Его похоронили за алтарем. Привет.